Полуфиналы Лиги Наций избавили уютный и колоритный город Порту от толп английских болельщиков. Англия уехала в геморрайш играть за третье место, и в Порту воцарилась спокойная, тихая жизнь. СЕЛОТА! 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 СУПЕМАН! Вот эту набережную англичане использовали как свою фан-зону, распевая песни и оставляя за собой массу мусора. Теперь тихо и спокойно. А вообще лучший вид на Порту открывается с моста короля Луиша. Вот так это выглядит, если вы находитесь на 50-метровой высоте этого моста. Правда здесь наверху не видно всех причуд конструкции. Ходят трамваи, которые мешают вам находиться и немножко вас пугают. Ну а если спуститься вот туда вниз, под мост, то вы поймете все его прелести. Посмотрите на этот мост внимательно и подумайте, что он вам напоминает. просто всмотритесь в эти детали и... И узнаете правильный ответ. Главный мост города Порту конструировал ученик Гюставо Эйфеля, того самого, который построил башню в Париже. И именно поэтому мост напоминает положенную на бок Эйфелеву башню. И это ощущение только усиливается, когда вы идете по нижнему уровню моста. Ой, английские варежки все-таки еще остались в городе. Почему вы не в Гимарайеве? Я получил тигет для финал. Мы думали, что мы получим в финале. Но мы не думали. Мы не думали, что фанатов, как обычно. Бобби Мор, 1966. А, Бобби Мор, капитан? Да, Бобби Мор. Что это значит в твои годы? Это Гарри Линекер. Гарри Линекер? Да. А, это его никнейм. Морфис Крисп, тоже. Ну а прикладной смысл этого моста, он соединяет город Порту, он с той страны, с городком Вилла Нова Дегайя. Он здесь. Именно здесь, напротив Порту, в деревушке Дегайя, появились первые винодельные, производящие портвей. Кажется, что этот человек на мосту как раз немножко портвейный принял, перед тем, как забрался сюда. Он просто собирается прыгнуть, и мы это с вами увидим. Один евро, пожалуйста, я буду прыгнуть. Один евро, пожалуйста. Вообще-то там в это время идет матч за третье место, и все эти люди не смотрят в футбол, а смотрят на этого паренька. Может быть, это поинтереснее футболу. И сколько хватит прыгнуть? Один евро. Один евро? Не так много. У меня мелочи только 10 пенсий осталось, но я добавлю, ладно. Там много мелочок. Сколько лет ты с этого момента прыгнул? Прыгнуть в этом направлении невозможно. Невозможно? Он имеет 15-15 метров. В этом направлении все живут. Живой! Пил этот парень портвейный или нет, мы не узнаем, но здесь, в Дегайе, буквально в каждую дверь нырнув, вы можете попробовать рюмочку этого напитка. Да-да, все это винодельни, которые со временем превратились в рестораны. И все эти винодельни либо были основаны, либо принадлежали британцам. Вот, например, шотландец с такой фамилией. Когда-то это был его погреб. Я даже не верю, что сейчас идет где-то в Геморрайше матч за третье место. Ну, не будем забывать, что в финале это играет Голландия и Португалия. Вы считаете этот турнир как у Европейского чемпионов? Или как вы считаете его? Да, мы считаем! В Холландии! Я буду победить Европейскую чемпионов Лигу! Здесь, около студиона Дрогао, Голландцы напоминают нам, когда они последний раз были чемпионами Европы. Это наш прайс, да? Так что, мы должны приобрести. Я в Ингландии, и я очень рад, чтобы быть здесь, поддерживая Недерланды. Я думаю, что они хорошие стороны. Бриллиант. Это круто видеть в Европе. Очень важный. Это наш второй прайс в 10 лет. Я буду чанать «Месси, Месси» для Мог Роналду. Я думаю, что он не понимает. Роналду – это хороший игрок. Нет, он очень хороший игрок. Но мы тоже хорошие игроки. Решение за Роналду. Но «Мэй, Мэй, 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 Мэй». И это Холланд. Я думаю, что я просто про Вирджил Ван Дюйк. Я люблю Вирджил, хороший парень. Конечно. Да, мы делаем это. Мы должны делать «Пай, Пай». «Мэнфис, Мэнфис». Кто Роналду? Я не знаю Роналду. Вирджил Ван Дюйк, Месси! Месси, Месси. Кто Роналду? Кто Роналду? Кто он? У нас есть Ферлтифон Дайк. У нас есть… Дюйун. У нас есть Мэнфис Депай. У нас есть Мэнфис Депай. У нас есть Роналду. Кто Роналду? А в этой роскошной машине Пеппе едет на игру. Что-то не так с Пеппе. Не умеет обращаться с парковочными пропусками. А мы исчернули. Мы не умеем. Я не знаю. Уже ты поиграла много. Немного. Уже ты? Он完成 много. Уже один играет поигралу. Он в письмах. Угу. Может быть? Он в злобном. Я не знаю. Он работает много. РОНАЛДОМОН! Не попал! И такое бывает. Судя по бомбесности, открытие и по анкуражу, это и вправду. Финал чемпионата Европы никак не меньше. Вот и все, из чего пока состоит финал. Что это за игра? Финалисты, проснитесь! И даже здесь, на сборной, есть такие деятели, которые не смотрят игру, а руководят толпой. Ура! Хотя он так изредка оборачивается на матч. Я вижу матч в глазах. Экспрессию человека. В реальности? Да, 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 да. Я чувствую матч в глазах. Вялый, пока очень вялый финал. Но чтобы его взорвать, наверное, этим болельщикам голландским нужно начать скандировать то самое. Месси, Месси, Месси. Или еще лучше. Пусть это ноу-хаус заберут португальцы. Пусть они сами начнут скандировать Месси, Месси. И тогда их лидер Рональдо начнет забивать. С верхнего яруса в начале второго тайма раздается гимн Англии. Доехали ребята из Геморрайша с третьим местом. Не падает. Не падает. Вердим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Португалия уже не хочет в атаку бежать 1-0 Как в том французском финале Португалия уже не хочет в атаку бежать Чуть по нашей камере не попал Субтитры делал DimaTorzok А вот этот человек с парковки пришел Пограждают чемпионов, а на скамейке чемпионов по-прежнему работает планшет По которому тренерский штаб смотрит трансляцию матча Пограждают чемпионов и субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok